В субботу в Славутище проходил чемпионат Киевской области среди юниорок и юниоров по тяжелой атлетике. Вы помните, какая была метель и 4 команды все же доехали, за что им огромное спасибо. Турнер получился интересным, но мы в частности увидели, как девушки толкают по 70-80 килограмм. В категории 53 килограмма сумма двоеборья это 150, это 60-90. Вот примерно, представьте, это так, для примера, весит девушка 53 и 90 надо толкать. Не каждый взрослый мужчина оторвет от пола, но это результат многих лет тренировок, специальных качеств и, естественно, техники. Это в первую очередь тяжелая атлетика, это технический вид спорта, поэтому нужно в первую очередь, не сила нужна, а техника. То, чему вы учите, которые просто толкают штанги. Когда дети приходят в 10 лет, их обучить легче технике, и тогда результат идет. Когда ребенок приходит в 14, его сложнее, потому что он уже креп, и уж поставить движение сложнее. Поэтому вот так. Ну, в общем целом, я доволен, все здорово, и команды, условия проведения, все соответствовали правилам соревнований, и все уехали с хорошим настроением. Наши тренеры воспользовались турниром и провели внутренний отбор к чемпионату Украины, который будет уже буквально через месяц. В рамках этого чемпионата мы просматривали на уровне области молодое поколение, так как у нас чемпионат Украины будет через месяц до 13 лет. И мы просматривали малышей до 13 лет, которых можно выставить в сборную команду. Поэтому вне конкурса, как бы в рамках чемпионата Киевской области, мы проводили еще маленькие весовые категории. Так как чемпионат по юниорам проводится с самой маленькой 56 килограмм, но мы проводили меньше категории. Мы просмотрели резерв, который можно выставить через месяц. Отметил Юрий Петрович и помощь депутата городского совета Константина Жилоляна, который приобрел медали для самых маленьких юных тяжелоатлетов. Что же касается результатов турнира, тренер доволен своими ребятами. Первое место, скажу объективно, сложно с Белой церковью бороться, потому что у нас детско-юношеская школа. Там лицей спортивного профиля и школа высшего спортивного мастерства. Поэтому сложновато, там собираются ребята где-то из разных городов и уже как по две тренировки, централизованная подготовка. Но я выступлением наших ребят доволен, все здорово. По личным местам у нас одно первое место, четыре вторых и пять третьих мест. По чемпионам, по категориям хочу отметить, в 34 килограмма выступил Гробовский и Богдан хорошо первое место. В 38-м Гробовский, Роман, в 41-м Мазуренко, Артем, в 41-м Поплыгин, Кирилл, в 45-м Мазуренко, Артем. И по чемпионату Киевской области, чемпионкой области стала Корпец Виктория. Третье место занялось среди девочек сибирская Анастасия. Эти девчата недавно занимаются, но показывают хорошие результаты. Среди юниоров категории 56 второе место занял Тищенко Михаил, третье место Митьковский Александр. Категории 62, Вчеренко Владислав, третий стал. И он впервые выполнил норматив первого спортивного разряда. Ему всего 13 лет, он уже двукратный серебряный призер чемпионата Украины. Категории 69, второе место занял Бондаренко Илья. В 77 килограмм у нас выступал Куприенко Владислав, второе место. И третье место тоже за нами это Большаков Максим, молодой наш спортсмен. Категории 85, второе место Шевкова Александр. Он студент Национального университета физкультуры и спорта. Приехал помочь нашей команде выступить. И третье место Шиков Денис. Вот такие личные места, хотел бы их отметить. Но кроме них выступали всего, наших ребят выступало 35 человек. И все показали достойный результат. И молодцы, я доволен. И хочу их поблагодарить за стойкость и за преданность нашему делу. Поговорили мы и о чемпионате Украины, который состоится в Славутиче, в спорткомплексе Олимпийц с 14 по 18 апреля. К нам приедет около 300 спортсменов. Но к этой теме мы вернемся уже в середине апреля. А еще обратили внимание, что ФОК не пустует и в будни. Так во время нашего интервью в ФОК занимались неработающие пенсионеры ЧАЭС. Причем весьма солидного возраста. Очень много желающих. Приходят на тренировки и 30, и 40 человек одновременно. С огромным желанием занимаются, поддерживают форму. Причем люди уже не один год. Некоторые там больше 10 лет ходят регулярно. Поэтому вот недавно мы Валентине Семеновне Кнышевич поздравляли ее с 80-летием. Она ходит регулярно многие-многие годы, великолепно себя чувствует. И по ее словам, она, наверное, в 60 лет чувствовала себя хуже, чем сейчас. Когда сейчас она занимается регулярно спортом. Это самая реклама яркая того, что нужно заниматься спортом всю жизнь. Напоминаем, следующее соревнование по тяжелой атлетике – это чемпионат Украины.